А кстати, есть у вас предложение, кто есть кто? Кто поддерживает ценность, кто поддерживает стоимость? Кто задумывается об издержках, обучении? Все, что касается стоимости, все цены и издержки мониторят женщины. Абсолютно верно, наша женская половина, женская часть гостей будет отстаивать, может быть, мы в конце их переубедимы, они станут приверженцами ценностей, но вначале они будут обращать наше внимание на стоимость. И наша мужская половина гостей будет поддерживать ценности программы MBA. С чего начнем? Давайте со стоимостью. Сначала деньги, а потом ценность. Пожалуйста. Дмитрий Леонидович упомянул о том, что он профессор финансов, и я имела честь выслушать курс, который нам считался огромным удовольствием. И, будучи специалистом тоже в области финансов, хочу сказать, что уж точно в данном случае нужно, вот я предлагаю, толкнуться от противного, потому что уж точно традиционный способ окупаемости затрат на программу в России, да мне кажется, на сегодняшний день и в мире в принципе не работает. Хочу поделиться личным опытом, я понимаю, что мой личный опыт не является репрезентативной выборкой, но, тем не менее, точно случай этот показателем. Закончив программу, потратив на отдаленное количество денег и понятное количество времени и усилий, так случилось в моей жизни, что я стала стать работой. Прихожу на собеседование на позицию финансового директора в крупную федеральную компанию, российскую розничную. Генеральный директор берет мое резюме и говорит, MBA минус 20% от зарплаты. И эта позиция, к сожалению, на сегодняшний день на рынке, она есть, она присутствует и ожидание того, что закончит программу, я пойду на рынок и стану зарабатывать на сколько-то процентов больше, посчитая окупаемость тех инвестиций, которые я сделала в программу, оно, это ожидание, не оправдывается. Поэтому уж точно прямой расчет окупаемости не работает. Мы говорим в последнее время, что программы MBA достаточно сильно омолаживаются. И если раньше, какое-то время назад, это были люди в основном с техническим образованием, то сейчас в аудитории, те, кто приходят, они не только моложе, но они в основном имеют профильное экономическое образование, тогда возникает вопрос, либо это те, кого совсем плохо учили, либо это те, кто приходит в основном именно за какой-то бумажкой какого-то конкретного университета или института. То есть это одна из проблем. Вторая проблема, вы потратили много времени, денег и сил, вы теперь очень умные, и продвинутые, и вы приходите в компанию и наталкиваетесь на то, что вас не понимают. Вы знаете или представляете, как развиваться, а говорите с людьми на совершенно другом языке. Поэтому, возможно, можно говорить о том, что полезнее вложиться не в индивидуальное развитие, а, например, в развитие каких-то программ корпоративных. Спасибо большое девушке, замечательно. Давайте перейдем теперь вот сторонникам других точек зрения. И, пожалуйста, Игорь Николаевич. Ну, если позволите, начну с того, что ситуация, которую вы сейчас так ярко обрисовали, минус 20%. В каком-то смысле это диагноз компании, куда вы подавали заявление, и слава богу, что не сошлось, и вы там не работаете. Диагноз в том смысле, что это не то, что не понимание квалификации, которую имеет выпускник МБИ, а скорее не понимание мотивации. Ведь человек, который пошел и получил степень экзекуатив МБИ, это человек высоко мотивирован. И, собственно говоря, за чем он приходит? За техническими науками, которым учат в основном на программе просто МБИ, без приставки экзекуатива. Наверное, нет. Грубо говоря, не за тем, чтобы его научили, извините, Дмитрий Леонидович, финансам, а дали другой взгляд на эту проблему. За новым видением, за определенным кругом общения. За теми, кто с ними сидит в одной аудитории. У кого они учатся не меньше, чем они учатся у нас у преподавателей. На одной из прошлых презентаций был задан вопрос соискателем, человеком, который хотел поступить. Куда ему поступать лучше? Он знает английский язык и может поступить как за рубеж на МБИ, так и к нам. Решение он принял поступать, но колебался. Куда поступать? За границу или к нам? На что я сказал ему, что там он будет знать Билла, Джека и Джо. Если он хочет работать там, то ему надо поступать, естественно, за границу. Здесь он будет знать людей, с которыми невозможно познакомиться просто так на улице. Он будет с ними легко общаться. Спасибо, но давайте подискутируем чуть-чуть. Мы должны понять, это кризис МБИ в классическом понимании этого слова, либо кризис программы экзекьютив МБИ, программы МБИ для руководителей. Или нет? Понятно, что есть ряд критериев для выбора. Стоимость, конечно, важный критерий. Я хотел бы сказать, что это не секрет. Программа высшей школы менеджмента находится в верхней части ценового диапазона в Российской Федерации. Но опять же, когда мы говорим о выборе, но есть чисто технические причины, не зная, что английский язык, ты никогда англоязычную программу не выберешь. Либо тебя не выберет англоязычная программа. Но предположим, русскоязычная программа, программа, которая ведется на русском языке, какие критерии выбора вы используете? И какая программа, как вы считаете, добавляет ценности? Управленцем может стать, говорит Минсберг, тот, кто сначала попахал у станка, в широком смысле этого слова, набил себе шишек, понял, что у него есть проблемы, пришел куда-то, и его научили, или не научили. Он увидел, как другие решают, и выработал некоторые механизмы, как эти проблемы решать. Из МБА высшей школы менеджмента здесь, в Санкт-Петербургском университете, выходит с новым мировоззрением и с друзьями, с партнерами. И в других школах, а у меня там есть отзывы и знакомые, это встречается либо очень редко, либо не встречается никогда. И вот это та добавленная ценность, которая приходит по отношению к той стоимости, которую мы за это заплатили. Мы, я имею в виду выпускники или те, кто пришли сюда учиться. Потому что, ну вот медицинским термином я бы сказал, что после этого появляется другое качество жизни. У тебя по-другому устроена голова. Вот это правильное устраивание головы, зная физфак, я могу сказать, что оно там изрядно потерялось, а вот такое ощущение, что оно перешло сюда. Да, я в течение нескольких лет наблюдала коллег, с которыми я работаю в одной компании, которые прошли обучение, их немало, и, скажем так, видя их и понимая, что они разговаривают действительно на другом языке, они говорят по-другому, они думают по-другому. И, скажем так, наблюдая их в течение нескольких лет, то есть видя результаты обучения, я поняла, что я хочу знать то, что знают они. То есть вот именно посмотреть, то есть оценить уже изнутри, посмотреть, что же это обучение даст мне. То есть мои ожидания – это в первую очередь говорить с менеджментом на одном языке. Но что еще хотела сказать, что когда выбирают, то есть я видела, как выбирали, также мои коллеги выбирали школы, выбирали обучение, то в первую очередь, наверное, все-таки идут за ценностью. И ценность первая – это знание, а не бренд. А я бы здесь прокомментировала. Как говорится, в каждой группе есть главный бухгалтер, либо внутренний аудитор, либо внешний, либо финансовый директор. И вот исходя из дискуссии, может сложиться впечатление, что в основном преподаватели фокусируют свое внимание на собственниках или на интересах собственников, либо менеджеров. Вер, как вы себя чувствуете среди менеджеров и собственников? Насколько вам комфортно? Я могу сказать, что мне комфортно, потому что я внутренний аудитор только в течение последних трех лет, и до этого я была финансистом. Снизить стоимость программы легко, убрав все эти элементы, ну, все, либо часть элементов интернационализации. Возникает вопрос, а может быть так и сделать? Во-первых, давайте просто обратим внимание. Стоимость программы нашей, которую мы взимаем в качестве платы за обучение, это видимая часть айсберга. А есть еще подводная. Это то время, которое слушатели тратят в течение двух лет, и которое иногда связано со снижением, может быть, их возможного дохода в этот период времени. Может быть, нет, но это в любом случае их отключение от семьи, от дома. И как вы измерите эту часть затрат времени и всего прочего. Но в том, что касается интернационализации, это ведь не просто какие-то вот красивые примочки, которые там конкретная школа может, что называется, добавить в программу. Это абсолютно содержательные вещи. Вот конкретный пример, который вы привели, когда мы проводим один из модулей, конкретно операционный менеджмент на базе школы бизнеса ФУКа в Дюксском университете. Ну, давайте себя честно спросим. А у нас есть в России, вот даже не у нашей школы, в России, преподаватели, которые могут на высоком уровне с применением знаний о современных управленческих практиках прочитать этот курс. На самом деле, высшая школа менеджмента еще сильна своей ассоциацией выпускников, которая является не просто формальным сообществом, а это сообщество единомышленников, которые действительно помогают друг другу по жизни, по бизнесу, которым очень интересно вместе и которые помогают школе. И очень много наших выпускников, кстати, преподают и читают лекции в университете, как преподаватели, там и гостевые лекции. В общем, это тоже добавленная стоимость. Я думаю, что и выпускники, и школы мы обогащаем друг друга. Спасибо. Дмитрий Ильич, у нас поступил вопрос с сети интернет, и он звучит как раз в контексте. Ведь не секрет, что преподавательский состав школы имеет приличный стаж работы, а программа не только высшей школы менеджмента, Executive MBA, но вообще в целом, программа Executive MBA достаточно молодая на российском рынке. Соответственно, вопрос, преподаватели, которые в прошлом читали политэкономию и которые сейчас читают финансы, это плюс либо минус? У нас был преподаватель, господин Лаптев, он читал на стратегический менеджмент, насколько я помню. Он начал просто. Он сказал, я преподавал 10 лет в Штатах, стратегический менеджмент, по-моему, такая цепь прозвучала. У меня было 2 или 3 бизнеса, последний я продал за 4 миллиона долларов. Не хотел продавать, попросил 3, сказали покупаем, сказал 4, они сказали покупаем, пришлось продать. А после этого мы с глубочайшим впечатлением сидели и слушали человека, который, мало того, что теоретически имеет знания, и практически еще реализовал, и очень шикарно. Я все-таки завершу ее тем, что я напомню, как критиковал Генри Минсберг МБИ и что он предлагал для того, чтобы улучшить управленческое образование МБИ в частности. И я вот в течение нашей дискуссии смотрел вот эти рекомендации в нашем обсуждении. Мы каким-то образом разъяснили, либо не разъяснили. Первая рекомендация или первое условие. Только практикующие менеджеры должны получать управленческое образование. То есть опыт на программах МБИ является определяющим. Людей без опыта на программах экзекутив МБИ быть не должно. Второе. Управленческий опыт должен стать фундаментом теоретической подготовки менеджеров. Опыт плюс теория. Третье. Углубленные теоретические знания позволяют менеджерам осмыслить свой практический опыт. Глубокое осмысление опыта сквозь призму концептуальных идей – верный путь менеджера к знаниям. Обмен навыками между менеджерами приводит и к глубокому осознанию собственной деятельности. И если всего этого нет в программе МБИ или экзекутив МБИ, значит, что программу не удалось. Мне почему-то кажется, что мы не видя перед глазами, только я видел, у меня было преимущество, эти слова Минсберга, в принципе, об этом поговорили. Уважаемые дамы и господа, спасибо вам огромнейшее, что вы были сегодня с нами. Это только начало дискуссии. Мы не хотели давать ответа на этот вопрос. У каждого есть собственная точка зрения, свое собственное мнение. И по поводу отдельных школ, и по поводу отдельных программ. Я надеюсь, что, выбирая нашу программу, ценность перевешивает стоимость. И мы были бы очень рады видеть новых слушателей на этих программах. Я хотел бы напомнить старт следующей программы 17 апреля. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.